В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Филипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Более двухсот новых рабочих мест правительство Российской Федерации расширило границы территории, опережающего социально-экономического развития Саров. ОСВВ или усыпление регионы теперь сами решают, как контролировать популяции бездомных животных. Россиянки стали сами увеличивать себе губы. Чем опасны такие эксперименты со своей внешностью? Далее расскажем обо всем подробно. Усыплять бродячих животных решили власти Бурятии. Об этом сообщил глава республики Алексей Циденов. Чиновник заявил, что это более гуманное отношение к животному, чем держать его закрытым в вольере всю жизнь. Новость вызвала неодопрение зоозащитников, которые считают, что новый закон, разрешающий регионам самим выбирать методы контроля популяции бездомных животных, стал по сути легализацией усыпления. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Как бороться с бездомными животными региональные власти теперь будут решать самостоятельно. Такой закон подписал президент Владимир Путин. Зоозащитники опасаются, что собак и кошек начнут просто усыплять. А новости из Бурятии только укрепили их волнение. Глава Бурятии Алексей Циденов заявил ведомостям, что выступает за усыпление бродячих собак, поскольку это гуманнее, чем держать их в вольере всю жизнь, пояснила глава Бурятии. Если это так, то первая ласточка, она не очень хорошая, она ведет к русскому обществу. Потому что лично мое мнение, никакое гуманное или любое другое усыпление, хотя я не понимаю, что это гуманное усыпление, как вот будешь усыпить, расстрелять или на стуле электрическом, что из них гуманнее. И то же самое относится к бездомным животным. Зооволонтеры опасаются, что программа усыпления бездомных животных сделает ситуацию только хуже. По их словам, в 90-е в России уже пробовали решить вопрос с бездомными животными таким способом. И тогда подобный подход только усугубил проблему. Истребить всех безнадзорных животных объективно невозможно. А любые активные попытки это сделать могут привести только к резкому росту популяции, считает Дмитрий Авдеев. Моя позиция, что усыпление не поможет как способ борьбы с популяцией безнадзорных животных. Здесь в первую очередь несколько факторов. Первое – это наличие кормовой базы. И второе – это пополнение популяции из квартир нерадивых, так скажем, разводчиков, вот этих вот животных. Если кормовая база позволяет, то они будут пополнять популяцию, и это превратится в конвейер. Сейчас по всей России действует программа ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, возврат на привычное место обитания. Каждое животное, которое прошло через эту программу, снабжают специальной желтой биркой, чтобы оно выделялось среди сородичей на улице. Это самый распространенный в мире способ контроля популяции бродячих животных. Кроме того, он помогает бороться с эпидемией беженства. Вот показатель. За буквально 10 лет, пока эта программа реализуется со страданием НР, популяция визуальных животных в Нижнем Новгороде уменьшилась на порядок. Кто не знаком с арифметикой, на порядок это значит в 10 раз. Вот показатель. Точно так же они реализуют программу бесплатной стерилизации для бродячих животных и для социальных слоев населения. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Граница территории опережающего социально-экономического развития Саров расширила правительство Российской Федерации. Решение позволит реализовать несколько инвестпроектов с общим объемом вложений порядка 2 миллиардов рублей. Также на новых предприятиях появится более 200 рабочих мест. О том, как отразится инициатива на жизни города, расскажем далее. Территория опережающего развития – это часть территории области, на которой действуют особые условия и льготы для инвесторов, реализующих свои проекты. Территорию опережающего развития создали в Сарове в 2017 году, но тогда задумку не удалось воплотить в полной мере. В этом году компания «Атомтор» совместно с администрацией, ядерным центром, федеральными и региональными органами власти перезапускают проект. Правительство Российской Федерации подписало постановление о расширении границ территории опережающего развития Саров. Мы убираем оттуда ряд участков, которые были включены в 2017 году, но они оказались неинтересны инвесторам. Смысла в них нет, поэтому мы их убираем и добавляем новые территории, на которые есть конкретные инвесторы, которые конкретно сказали, что нам нужны вот эти участки. Здесь это уже индивидуальный подход к инвестору, еще на стадии планирования реализации этого проекта. Впервые для инвесторов будут доступны участки на открытых территориях за пределами Колючки, которые присоединили к Сарову. С резидентами Тор сотрудничает и технопарк. Расширение границ Тор позволит реализовать 7 инвестиционных проектов с вложением почти в 2 миллиарда рублей. Это проекты текущих резидентов, это Бетонек и Кондитор. И это будет 5 новых проектов. Это производство запорной арматуры для нефтепроводов и производство запорной арматуры для атомных станций. Это производственная линия по производству молока, молочной продукции. И будет завод по производству зерновых напитков. Также планируется строительство медицинского центра. На новых предприятиях появится более 200 рабочих мест. Продукцию будут реализовывать по всей стране. В законодательном собрании Нижегородской области по инициативе Саровской городской думы приняли законопроект о пониженных налоговых ставках для резидентов Тор. Для них ставка по доходам будет 1%, а доходы минус расходы 5%. Нам нужно будет работать с предпринимательским сообществом, чтобы они активно заходили на эти площадки, учитывая вот эту льготу на упрощенную систему налогообложения. Потому что оборот по этой системе предприятий до 200 миллионов рублей в год, что довольно солидные суммы. И мы приглашаем предпринимательское сообщество осваивать эти площадки с новыми проектами. Площадь территории, опережающего развитие Саров, увеличили почти в два раза – до 76 гектаров. До 30 июля источник преподобного Серафима Саровского закрыт на очистку. Монастырский автобус ввозит паломников на источник в селе Кременке. Другая важная информация в подборке коротких новостей. ГОСТ на школьную форму появится в России в 2024 году. Главная цель стандарта – не допустить использования материалов низкого качества при изготовлении такой одежды. ГОСТ определяет ассортимент одежды, который входит в эту категорию, и предъявляет требования к форме, ее материалам, а также к маркировке изделий. Перечень услуг по карте «Победы» расширили в Нижегородской области. Теперь номинал карты можно потратить на социальные услуги. Уборка жилья, уход за участком, выгул домашних животных, услуги гигиены и ухода за собой. Например, стрижка и окрашивание волос. На оздоровительные услуги – лечебный массаж, физиопроцедуры, ЛФК. Также по карте «Победы» доступны прокат технических средств, реабилитация и социальное такси. Футбольный вызов «Испытай себя» в самом разгаре. Суть вызова в том, чтобы забить гол с расстояния 5-10 метров от штанги, перекладины или крестовины. Снять все на камеру и выложить ВКонтакте с хэштегом «Футбольный вызов первых». Для участия нужно также зарегистрироваться на сайте «Будь в движении». Дожди наконец отступили, дни снова стали яркими и солнечными. Ультрафиолет – один из главных факторов риска развития меланомы – злокачественного образования кожи. О признаках меланомы, ее диагностике и профилактике расскажем в нашем сюжете. Ежегодно в Сарове порядка 20 человек слышат диагноз меланомы – злокачественное пигментированное образование, которое может возникнуть как на неповрежденной коже, так и на уже имеющихся родимых пятнах и родинках. На ранних стадиях меланомы можно излечить в 90% случаев. Но если пациент обращается к врачу с запущенными формами опухоли, то помочь ему бывает сложно. «Если такое образование было и стало иное, оно стало расти, увеличиваться в размере, оно становится асимметричным, неправильным, контуры его меняются, деформируются, становятся неровными, меняется цвет, либо усиленно черным становится, либо наоборот. Вот цвет этот меняется в пользу обесцвечивания, это тоже признак злокачественности». Если пациент заметил какие-либо отклонения от нормы, то первично он должен обратиться к дерматологу. Если у врача будет подозрение на злокачественную опухоль, то человека направят к онкологу. В особой зоне риска находятся люди с большим количеством родинок на теле. «Если у пациента большое количество родинок и сложно ему самостоятельно оценить, насколько они доброкачественные или нет, то он должен до одного раза в полугод года проходить дерматоскопию на предмет поиска злокачественных образований. Чем больше родинок, тем выше риск развития меланомы». На развитие меланомы могут влиять генетика и хроническая травматизация. То есть, если родинки находятся, например, в местах постоянного трения от одежды. Но наиболее часто опухоль развивается от агрессивного воздействия ультрафиолета. И чем бледнее у человека кожа, тем выше риск ожога и, соответственно, развития опухоли. Поэтому старайтесь избегать солнца, особенно в часы наиболее активного излучения – с 11 до 15 часов. «Максимально защищать кожу легкой одеждой, головным убором с полями и пользоваться солнцезащитным кремом. Фактор защиты должен быть высокий – до 50». «Если вас беспокоит какая-либо родинка, то проверить ее на злокачественность вы можете самостоятельно с помощью мобильного приложения «Про родинки». Загрузите фотографию родинки и необходимые данные, и нейросеть сформирует вам рекомендацию о выборе врача». Сам себе косметолог россиянки начали в домашних условиях увеличивать губы филлерами, купленными на маркетплейсах. Препараты в сети стоят недорого. Домашняя процедура выходит в разы бюджетнее похода к опытному специалисту. Вот только результат зачастую получается плачевным. Асимметрия лица, отеки, сильнейшие аллергические реакции. Это далеко не весь список сюрпризов, которые могут наступить после так называемых уколов красоты. Россиянки охотно делятся в сети отзывами о том, как приобретают препараты для уколов красоты в интернет-магазинах и делают инъекции самостоятельно дома. Увеличение губ, корректировка подбородка, скул, борьба с морщинами и даже с лишними килограммами. Одни пишут восторженные оты, другие жалуются на побочки, аллергии и даже абсцесс. Специалисты предупреждают, подобная тяга сэкономить может плохо сказаться на здоровье. И первое, что должно насторожить покупательниц – филеры на маркетплейсах, не сертифицированный препарат. Как, допустим, покупаются филеры в косметическую клинику? Это делается через фирмы, которые этим занимаются. Фирма, если ты хочешь купить какой-то препарат, у тебя запрашивают, во-первых, диплом врача, во-вторых, диплом косметолога. То есть, если у тебя нет диплома врача или диплома косметолога, купить филер ты не имеешь права. Эти фирмы официально продают препараты, препараты, которые имеют регистрационное удостоверение. Что это значит? Это значит, что эти препараты прошли всю необходимую проверку в Минздраве, они одобрены Минздравом. Люди без медицинского образования, скорее всего, не знают анатомию, а значит, могут ввести препарат в неправильное место. Не говоря уже о том, что значительную роль в успехе процедуры играет техника введения и доза препарата. Избыточное количество филера может привести к асимметрии лица. Вообще, косметологи не зря учатся сначала в мединституте, потом проходят профпереподготовку. Все-таки это люди, которые разбираются в анатомии, физиологии, знают какие-то особенности анатомии, знают опасные зоны. При инъецировании они, естественно, есть и, соответственно, знают, куда колоть и что колоть, чтобы предотвратить осложнение. Если человек будет этим заниматься сам, не зная вообще анатомии, физиологии, каких-то особенностей индивидуальных анатомий, можно получить вообще все, что угодно. Инъекционные процедуры должен делать только врач-косметолог, который работает на сертифицированных препаратах и с соблюдением всех норм. Лучше заплатить больше и доверить себя опытному специалисту. В противном случае экономия на собственном здоровье может обойтись очень дорого. Для дома лучше оставить уходовые процедуры. Дома можно делать самомассаж лица, дома можно делать из косметических процедур, допустим, маски какие-то и поверхностные пилинги, не требующие нейтрализации. Все остальное лучше оставить косметологам. Аппаратные процедуры я бы тоже оставила косметологам, просто потому что много нюансов и нужно специальное образование и умение работать на аппарате, знание этого аппарата, чтобы достичь определенных результатов. Опытный косметолог клиники «Красота и здоровье» проконсультирует вас по поводу инъекционных процедур. Подскажет, что по возрасту и состоянию кожи подходит именно вам и поможет сохранить вашу красоту. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские передачи. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА